И, Валерий Дмитриевич, я, пожалуй, начну с главного. Вот вы долго говорили о нездоровье Путина. Есть два, наконец, важных, на мой взгляд, виденных всем, развит признака. Один – это, собственно, как он выглядел 9 мая. Что вы по этому поводу скажете? Я скажу, что он смог продержаться на ногах благодаря беспримерным усилиям врачей-вредителей. Его поставили на ноги. На какое-то время, на 3-4 часа, не больше. Кстати, на другой день он почувствовал, естественно, после сильных стимуляторов ухудшения. И, на самом деле, эта терапия, которую он сейчас проходит, не приносит результатов. Это уже, по-моему, третий курс терапии за 2 месяца. И как-то все это, ну как-то так. И его окружение это наблюдает. И делает определенные выводы. И, как мы видим, некоторые из участников окружения, наиболее дерзкие, даже переходят, я бы сказал, к вербальным практикам. Пока я назвал бы это так. А вот это, собственно, главный второй развит признак. Потому что, когда я услышала речь Пригожно про счастливого дедушку, который на самом деле законченный, ну я как дама не могу повторить, кто счастливый дедушка. Чудак, да. Да, чудак на букву М. То я поняла, что это, ну как-то уже не похоже на какие-то политические игры, на какие-то заманивания, значит, как я, ваша покорная слуга, предполагала ВСУ в ловушку. А вот как иногда банан, он, вот бананы есть. Да. Что знает Пригожий? Он знает то, что знают все члены, близкие члены, прошу прощения, окружения Владимира Владимировича, впрочем, и дальние тоже. Все больше людей об этом узнает, все больше людей его поведение вызывает сомнения, но есть вещи, которые невозможно утаить. И Евгений Викторович понимает, что ситуация выходит на финишную прямую. И он готовится к этому. Он просто как человек дерзкий, в отличие от тех, кто привык сдерживать свои эмоции до последнего, он не всегда готов свои эмоции сдерживать. И плюс он сыграл очень важную пиаровскую роль. Он, я бы сказал, внес неоценимый вклад в делегитимацию президента. Потому что, Юлия Леонидовна, все восприняли это так, но те, кто более или менее наблюдает внимательно, именно так, как вы и я. Если уж он это говорит публично, говорит публично, это означает, что дело, наверное, обстоит крайне неважно. А тем более те извинения, которые, точнее не извинения, а объяснения, которые он принес, они опять же просвучали издевательски. Очень похоже на этот знаменитый советский анекдот. А вы на кого подумали, там, маршал Жуков или, неважно, когда вы сказали задница с усами. Это значит, дедушка там был в Шойгу, нет, даже не Шойгу, Герасиму. Это, наоборот, всех утвердило в предположении, которое было сделано по горячим следам. И очень важно еще следующее понимать, что Евгений Прибожин мог это произнести только потому, что он догадывается, он, конечно, рискует, честно, но он догадывается, что его силовики не трогут. Потому что он нужен им в качестве ледокола кризиса. Кто-то должен начать. Они это прекрасно понимают. Они не хотят начинать. Они предпочли бы, чтобы начало принадлежало какому-то другому человеку. А вот касательно углубить и завершить, они готовы к этому. Но кто-то должен начать. И в этом смысле Евгений Викторович, несмотря на все их крайне недоброжелательное отношение к нему, а может быть, благодаря этому отношению, сыграл для них очень полезную роль, чрезвычайно полезную. И они это всячески приветствуют и одобряют. Втайне, конечно. А я наяву, они просто его не сдерживают. Обратите внимание. Он не получает никаких публичных репримандов. Потому что, ну, это правильно, потому что это обозначало привлечь еще больше внимания. Против него не предпринимаются никакие акции. Хотя у этих людей есть такие возможности. Им совсем несложно заняться его нейтрализацией. И они бы это сделали довольно успешно. Но, видите, они не хотят. Потому что он им нужен. И вот, знаете, в чем села Пригожина? Это удивительно. Он нужен всем. Он нужен Путину. Он на самом деле нужен Путину, несмотря ни на что. Хотя Путин о нем выразился в такой же манере, что и Пригожин о Путине. Я просто фразу приводить не буду. Она действительно уже относится к разряду совершенно обценной лексики. Но он нужен Путину, потому что Пригожин контролирует сейчас на фронте довольно серьезную военную силу. И в преддверии украинского наступления лучше не ссориться с человеком, который контролирует. Потому что Пригожин контролирует авуаров где-то на сумму 15 миллиардов долларов. Это, конечно, малая часть путинского состояния, того, что он контролирует сам Путин. Там речь идет о сумме не то в 250 миллиардов долларов. Ну, в зависимости от рыночных колебаний. Но в 15 миллиардов это тоже кругленькая сумма, согласитесь. Он нужен чекистам. Я уже объяснил почему. Он нужен на самом деле военным. Они бы, конечно, хотели, чтобы его войска там сгорели. Но, тем не менее, какое-то направление он удерживает. То есть, получается, что он нужен всем. Вот Энфан Терибель, да, всех обидел, всех оскорбил. А всем оказывается нужен. То есть, за его демаршем, конечно, стоит еще и рациональный расчет. Юлия? Так, а вот смотрите, вы сказали несколько ужасно интересных вещей, которые я хотела бы уточнить. Первое. Что все-таки Путин сказал про Пригожины и при каких обстоятельствах? Ну, можно своими словами. Я переведу литературу на литературный язык, что пригрел, пригрел, значит, у себя, да, вот такую гадину. Ну, это я очень мягко. Это, кстати, чистая правда, потому что всем, что Пригожин имеет, он обязан отнюдь не собственной дерзости, а доверию президента. Президент ему действительно доверял. И более того, могу сказать, что в прошлом году, вот именно до того, как Пригожин попал в частичную опалу, он входил в число тех немногих людей, которые могли практически без предупреждения, ну, там, с минимальным предупреждением, общаться с президентом. По видеосвязи, добиться личной встречи. То есть, это было очень высокое доверие. И Путин высоко ценил то, что он считал военными успехами, военными достижениями Пригожина. А началось все с того, вы помните, что Путин ходил обедать в ресторан, не то шеф-поваром, не то владельцем которого, пол-владельцем, был Евгений Пригожин. А потом Владимир Владимирович о нем вспомнил. А вот такой был чуткий чувак, чуткий чувак, вот он нам пригодится, он нам многое готов, на все. Ну и, в общем, Пригожин оправдал те надежды, которые с ним связывались. В Африке оправдал, очень эффективно оправдал. Потом в Сирии оправдал, потом отчасти оправдал и во время конфронтации с Украиной, предложив с его точки зрения, с точки зрения Пригожина гениальный план, давайте мы утилизуем особо опасных преступников. Ну, утилизуем их с пользой для Родины. Пойдите, плохая идея. Слушайте, такой вот санитар социальный освобождает страну от людей с пониженной социальной ответственностью или вообще без всякой социальной ответственности. И заодно, значит, завоевывает для России новые земли. И все шло вот так, так, пока о вождю не стали говорить со всех сторон, что Пригожин дерзит всем, что он портит отношения со всеми, что он делает очень большой политический замах, что он задумывается о влиянии не просто на фронтах, а на российскую политику, что он формирует клиентелу, что у него есть и медийные ресурсы, и финансовые, и военные, и что пора остановить товарища Пригожина. Он взорвался. Ну, вот вождь отдал команду, давайте будем его останавливать. Вот его стали останавливать. Оставим ему только одно направление человека затратное. Бои под Махмутом. Обратите внимание на риторику Пригожина, который сейчас. Он же выступает в роли такого не просто командира, а народного командира. Это очень важно. Это народный командир, который заботится о своих бойцах. Ну, какова реальная забота, мы-то хорошо понимаем, но публика это зачастую не понимает. Который критикует, не просто критикует, а по матери посылает интриганов в тылу, интриганов в министерстве и генштабе, мародеров, которые разворовывают все, что нужно военным. И главное, уже получился на элиту в целом. Вот эти с толстыми животами, с большими задницами. Почему они сидят там у себя на рублевке? Почему они мышей не ловят? Это то, что нужно людям, то, что им нравится. И это послание адресовано отнюдь не только за этот патриотом. Я вижу, что на него откликаются гораздо более широкие слои российского общества. Откликается позитивно. Посмотрите, какая политическая заявка сделана. То есть Пригожин ее делает по очень простой причине. Он понимает, что наступает или приближается другая эпоха. И она будет вырастать из этой. И он хочет сыграть в этой эпохе, в ее наступлении очень важную роль. Говорят, стать президентом. Но я напомню, что Янукович был шевголовник, а стал президентом Украины. Он был не самый удачный президент в конечном счете. Но тем не менее удалось. И второе, ну почему обязательно становиться президентом? А если делателем королей? Вот такие командир наемников, которые определят в конечном счете, а кому править на Руси? Его, естественно, для этого надо сохранить Вагнер, костяк. Надо сохранить. С чем он будет участвовать в политике? И понятно, как он эту политику видит уже. Как он видит кризисную политику. Непременно с участием вооруженной силы. Хочу сказать, что не только он так видит. Чекисты ее тоже так видят. Ну, они рассматривают этот вариант как не неизбежный, но вероятный. И, естественно, надо заранее положить соломку под тот случай, когда Бахмут придется покидать. Бахмут, прошу прощения. Значит, придется уходить. И Пригожий говорит, кто во всем виноват? Те, кто не дали нам снарядов. Но дело в том, что Вагнер снабжается в приоритетном порядке. До сих пор. Никогда это не нарушалось. Ну, за исключение, может быть, недели. Просто снарядов не хватает всем и катастрофически. А Вагнер получает максимум-максимум возможного. Да, это 10% от того, что им надо. Так это 10% от того, что получает вообще фронт. Фронт еще меньше получает. Так что Евгений Викторович, с моей точки зрения, осуществил очень грамотную пиаровскую кампанию. И это только начало кампании. Очень грамотная. Ну, посмотрим. Может быть, его сейчас начнут на старте, попытаются там сбить, как дрон, да? Остановить. Лишить чего-то, каких-то ресурсов. Но шаг он сделал. И шаг это очень серьезный. И вот главное, да, с чего мы начали, это самое, конечно, яркое, выдающееся заявление. Но, я думаю, и самое важное. По поводу дедушки, по поводу дедушки, да? Чудаковатого дедушки. И он же в предшествующем ролике сказал об этом дедушке. Иначе что? Ну, если вы не можете уже управлять страной, которой вам доверили, вы не можете ее управлять. А мои бойцы вот сейчас будут в тыловых лагерях и будут участвовать потом в событиях, которые развернутся. Развернутся события. Ну, уж тут более чем прозрачные намеки. Юлия Леонидовна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова